МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И исполнительницы главной роли в двух составах Народная артистка России Тамара Семенова и Заслуженная артистка России Ольга Рыбникова. Воронежцы уже знакомы со спектаклем. Те зрители, которые когда-то его видели в постановке драмтеатра, он был на сцене драмтеатра, наверняка, так или иначе, будут сравнивать, будут пробовать сравнивать. Но спектакль новый, и я так понимаю, что есть определенный, как говорят, месседж, какое-то сообщение, которое режиссер вкладывает в свою постановку. Вот есть ли некое сообщение, которое вы бы хотели зрителю передать? Такой сразу для начала вопрос. Жесткий, сложный. Ну, смотрите, если спрашиваете вы, о чем пьеса, и про что, собственно, спектакль будет, то я бы сформулировал это как цена человеческой жизни. Но что в данном случае у нас интересно, то что такой сложный и важный и актуальный вопрос мы заворачиваем в обертку такого яркого черного шоу. То есть мы приходим на такое шоу, в котором этот, ближе к финалу, этот вопрос, если все получится, остро должен звучать. Поэтому, по идее, я думаю, зритель не сразу заметит подмену, и вначале он придет и будет думать, что это комедия. То есть изначально такая некая мрачность материала. Она оккупируется, да, таким способом. Даже сначала не очень понятно, потому что идет такой праздник, идет такое шоу. Я еще думаю, ну, интересно, вроде пьеса-то серьезная и такая довольно мрачная, а тут прям... Но вот секрет в том, что, да, вот под этой, так сказать, оболочкой очень все серьезно, трагично. И, как правильно сказал режиссер, надо это еще вытянуть. Да, это все наградит. И обеспечивают вот это шоу большое количество артистов. Спектакль очень густо населенный. Это большая сцена, два состава. Соответственно, исполнительница главной роли у нас сегодня в студии уверена, что Клара у вас разная. Как мне кажется? Мы две актрисы разные, естественно. Мы не можем быть одинаковы. Какой главную героиню видит Тамара Ивановна и какой ее видит Ольга Ивановна? Тамара Ивановна, давайте с вас, наверное, начнем. Какая ваша Клара? Нет, ну это какая Клара, это будут зрители смотреть. А я для себя стараюсь, ну как бы оправдать, почему женщина, миллиардерша, 45 лет копит злость, ненависть к человеку, которого любила. И приехала отомстить и убить. Ради одной цели. Ради одной цели. Это значит, либо какая там любовь была сильная, либо такое было предательство по отношению к ней, что она не смогла это вычеркнуть. Хотя она его продолжает любить. Ей это тяжело. Но мне кажется, тебе роль интересная, и режиссер мне дает эту возможность. Эти качели, когда и ненависть, и вот эта вот она над ним там издевается, а в то же время какие-то куски есть, когда ей бы хотелось вернуть то, что было. Понимаете? Поэтому эта роль очень интересная, она неоднозначная. И спасибо режиссеру, который вот в этом форме дает возможность вот этой глубины прощупать. Я не знаю, что получится. Мы еще, так сказать, только начинаем как бы прогоны, то есть только-только он, спектакль начинает собираться, очень хотелось, чтобы он получился и был совершенно другим от того спектакля, который вы вспомнили, который был много лет тому назад. Ольга Ивановна, для вас какая может быть краска ключевая в Кларе? Я бы хотела, чтобы звучала вечная тема, которая привлекает зрителя в театр. Это тема любви. Вот в ней это, по-моему, такая редкая сейчас любовь, когда всю жизнь, вот как это представить себе, любить всю жизнь одного человека? Это редкость. Это какой-то подарок, когда тебе дается вот такая любовь. Но в нашей пьесе, что потом сделали с этим подарком, как его искорежили, как его не берегли, как его ломали, как его гнули, как его просто выкинули. Вот. И какая от этого тогда боль, когда вот такую любовь вот так уничтожить? Вот для меня вот это главное, что есть вообще такая любовь, и как с ней поступили, и потом, как это играть, что потом после этого делать? Люди пустые, люди просто как... Ну, жизни больше нет. Вот если такая любовь умирает, то и люди не живут. То люди не живут. Потому что они, как лебеди, они без этого жить не могут. Они друг без друга жить не могут. Один уходит, уйдет и другой. Нет, ну тут мне кажется, что тема поглубже, чем любовь-то. Нет, понятно. Это тема ролей вашей. Это ролей, да. Потому что, когда город убивает своего... В общем, они так тянут это во времени, но уже понятно сразу, что убьют. Потому что деньги... За деньги. Поэтому эта пьеса, вот она, может быть, тогда была менее актуальна, потому что жизнь всё-таки была 30 лет тому, а так другая. А здесь вот эта тема... Меркантинность, потребительность. Тема вот эта день, что убьют, раздавят, затопчут ради вот этого, что человеческое какое-то... Хотя оно человеческое и в одну сторону хорошее, и предательство – это тоже человеческие качества. Но что выиграет? И выиграло всё-таки, убили. Ну, для тех, кто не знаком с пьесой самой, с текстом, с материалом, наверное, мы не будем больше раскрывать интригу. Не надо, а то всё расскажем. Но, как минимум, я думаю, что сейчас из нашего диалога понятно, что обязательно нужно сходить на оба состава. Да. Потому что подходы разные, артисты разные. И спектакли будут разные. Да, и большое количество артистов, здесь только исполнительницы главной роли. Там много-много-много-много хороших артистов. Вячеслав Зайцев. Очень хорошую главную роль играет Саша Смольянинов. Он просто со сцены не сходит. Для него, я думаю, это подарок, потому что он играл главные роли, но это в основном были комедийные, а это очень серьёзные. Вот сейчас с ним режиссёр работает, тоже вытягивает его на серьёзную глубину. Так что, я думаю, там для многих... Ну, есть артисты, которые сразу несколько ролей исполняют. Да. Ну, да. Кто это и зачем вообще такой ход? Ну, так как это шоу, масочность, театральность, это здесь очень сильно приветствуется. В основном у нас несколько ролей играет Женя Чистяков, который у нас радиоведущий, который это шоу создаёт и сопровождает, и он играет всё. Красная линия, да? Да, Красная линия, он идёт через весь спектакль, да. Замечательный артист. Очень пластичный. Очень пластичный, очень хороший, да. Но не только он, там есть ещё, по-моему, несколько у нас небольших таких переходов, где ребята тоже переключаются. Но и сам город, нельзя сказать, что это одна роль, да, потому что город у нас меняется к концу спектакля в других людей. Вот нельзя сказать, что это те же жители, да. Это уже совсем такое перевоплощение в абсолютно других. Во всяком случае, хотим этого добиться, да, когда всё соберётся. Ну, давайте поговорим о чисто, наверное, технических, даже больше художественных, ну, художественно-технических деталях. Кто работал над костюмами, какими они будут, потому что, как мне кажется, это важнейшая часть, если мы говорим о шоу на сцене. Есть ли попытка сохранить какую-то историческую идентичность или костюмы несколько осовременены? Костюмы осовременены, и там тоже, я думаю, просматривается вот этот жанр, да, шоу. Костюмы и оформление спектакля делают Елена Черкова, Иван Мальгин, замечательный художник из города Екатеринбург, с которыми я работаю уже много лет. Вот. Костюмы осовременены, да, то есть там не будет твоей бытовой правды, понимаете? Мне кажется, если эту пьесу вскрывать так, как она написана, она и написана уже в жанре шоу, если вы внимательно будете читать. Всё заканчивается у Деренмата тремя страницами стихотворного текста и песен там, чего только нет. Но бытовой правды там у Деренмата, на мой взгляд, очень мало, поэтому практически нет. И если там внимательно читать, там даже есть расхождения, которые решают... Он увлекался театром Брехта, и их надо решать театром немножко другим, понимаете? Поэтому город у нас вписан как бы в это шоу. У нас там... Я можно не буду рассказывать дальше? Да-да-да, мы договорились, что интригу не будем раскрывать. Да он напрямую вписан в это шоу. Вот я так это сформулирую, а дальше зритель, я думаю, увидит сам. Раз мы так глубоко начали говорить уже о материале, давайте дадим некоторую рекомендацию. Стоит ли на премьеру идти подготовленным, что я имею в виду? Стоит ли прочитать пьесу? Или всё-таки стоит сначала посмотреть какие-то образы и потом обратиться уже к материалу? Как лучше? Мне кажется, нужно посмотреть, потому что всё-таки режиссёр предлагает какой-то свой ход, своё прочтение, и поэтому смотри, как тебе предлагают. А если ты там с чем-то не согласился, достань. Обратись к источнику. А я бы сделал так, у нас же два состава. Я бы посмотрел, потом прочитал и ещё. Пришёл на второй состав, закрепить. Ну, есть ещё такой незабываемый же фильм «Визит, да», где играют такие знаменитые актёры, и наверняка люди тоже будут как-то и сравнивать, и всё. То есть эта пьеса-таки довольно-таки известная, её можно даже и не читать. Они и знают. Тем более, я думаю, будет двойне интереснее, какая же будет у нас версия, как у нас это будет всё строиться. А у нас это будет строиться по-другому. Ну вот, кстати, действительно, «Визит дамы» не впервые ставится на российских сценах. Много. Уже и в самом театре драмы ставился. Но, наверное, многие знакомы, прежде всего, с киновоплощением, о котором Ольга Ивановна сказала. Игорь, черпали ли что-то из работы, в частности, Михаила Казакова? Ну, мы много о ней говорили. Мы много спорили. Мы говорили о ней. Мы говорили о ней, какие-то вещи. Ну, мне тоже кажется, что нет общего, хотя я бы назвал общим. Совершенно свой взгляд абсолютно. Режиссёрский, да, наверное. Но я думаю, что проблемы мы видим одинаково. Вот единственное, что я вам скажу, мне кажется, просто Казаков смотрел из реалий другого десятилетия. Это уже почти там, сколько, 89-30 лет назад. Хотя проблему... Ну, мне почему-то казалось, что он понимает проблему, которую я тоже чувствую. Ну, кино, другой взгляд, и по-другому артисты играют. И кино, конечно, кино. Это не театр. Там возможности другие в кино. Возможности другие, да. Ну, я не могу сказать, что на меня оно не повлияло. Я думаю, так. Всё-таки как режиссёр. Актёры, конечно, это другая. У них своя, понимаете, другая профессия. Конечно, Ольга Ивановна, Тамара Ивановна, я понимаю, что вопрос, может быть, не очень корректно прозвучит, но, может быть, вы подглядывали где-то что-то? Я смотрела и Казакова, и Малый театр, и вот швейцарский. И фильм, да, да. Ну, понимаете, когда ты работаешь с режиссёром, и мы с ним же договариваемся, так, это... Поэтому, ну, это кино остаётся как умозрительное. Ну, да, посмотрела Малый театр. Ну, да, ну, у нас другой взгляд уже. Ну, это другое произведение, да. Поэтому так, ради любопытства, конечно, смотришь, но всё равно. Ну, как это даже смешно, сдирать с кого-то что-то, потому что твоя индивидуальность, она твоя индивидуальность. Это что-то там, это смешно подражать кому-то, нет. Я тоже пересмотрела всё, что только могла увидеть, вот, но успех нашего дела заключается в том, что если мы в союзе с режиссёром, у нас нет взаимного доверия, это у нас ничего никогда не получится, ни один спектакль. Мы можем это посмотреть, оценить, сравнить, но прежде всего мы работаем вместе и выстраиваем свою историю. Ну и плюс ваша индивидуальность. Безусловно, вот как говорила Тамара Ивановна, безусловно, но только полное доверие режиссёру делает совершенно другую историю. Совершенно другую историю, сколько бы их не существовало. Кому бы вы рекомендовали обязательно прийти на премьерные спектакли? Как ни странно, почему-то сложный для меня вопрос, потому что, мне кажется, очень широкий круг зрителей. Ну, я просто, видите, не очень... Это точно не спектакль семейный, знаете, развлекательно отдыхающий, хотя первое впечатление, возможно, такое и будет. Вот первое несколько, там, 10-15-20 минут, да? Я думаю, до... Ну да, где-то так. Вот, поэтому, конечно, круг зрителей широкий. Хотелось бы видеть в зале и молодых людей очень, потому что им жить. Да. Им жить, да. Вот. Но это точно не для подростков, я думаю, да? То есть 16 плюс – это минимум. Это не тот спектакль, да. Когда состоится премьера спектакля? Давайте напомним. Зрителям. 20 сентября. Да, да. 20 сентября. И 21-е. 20-е, 21-е. Ну, вообще, первые 10, наверное, спектаклей, можно сказать, что премьерные. Конечно. Поэтому, если у кого-то не будет возможности попасть на премьерные спектакли, спектакль будет репертуарным, я почти в этом уверен. По-моему, уже говорят, что на первые три, там вообще всё продано. Тем более. Ещё никто ничего не видел, а уже всё продано. Да дай бог, господи. Мы же работаем ради кого? Ради зрителя, прежде всего. Нам же интересно, придёт, не придёт, какое впечатление, нравится, не нравится, будут ходить. Мы же ради этого тратим свои нервы, переживаем. Себя тратить. Я думаю, что вначале придут именно вот та публика, которая вообще любит театр, которая следит за новинками в театре, которая знает эти спектакли, которая наверняка помнит первую версию, которую знают всех артистов. У нас так принято, что вот есть вот эти первые премьерные спектакли, это особый театральный зритель, который его тонко умеет чувствовать, у них вот эти традиции, они помнят нашего театра. Поэтому это будет... Я думаю, что в первых рядах придут вот эти. А потом, знаете, как сарафанное радио уже будут приходить все, кого заинтересует вообще эта тема, мы как актёры. И я бы очень хотела, чтобы спектакль нравился, чтобы на него ходили, чтобы он был востребованным. Очень хочется. Ну и спектакль будет жить, он будет меняться, как и любой другой спектакль. Поэтому одним разом, возможно, не обойтись посещения. Можно приглашать друзей, можно рекомендовать знакомым и так далее. Спасибо вам большое за беседу. И прежде всего вам благодарного зрителя. Спасибо большое. Вы смотрели «Вечер вместе». Я Иван Грещук. Все выпуски наших программ вы можете найти в интернете на нашем сайте tvdfizgubernia.ru Спасибо.